Здравствуйте, уважаемые зрители. Просите, что вы видите вне расписания данный ролик. Помните, я говорил, если будет злободневное, что-то выпущу вне очереди. И вот то самое злободненное. Ловаться о растворимой. Мать вашу. Более того, в магазине Ловаться, с которым я дружу, понятно, они не только Ловаться, слава богу, теперь торгуют. Когда я сказал, что я увидел растворимую quality oro, у них тоже были круглые глаза. И вообще, со всеми, с кем я общался, когда они узнали, что Ловаться о растворимой теперь есть растворимой, у них были тоже огромные глаза. Это до чего надо было докатиться. Немножко предыстория. Растворимые ловаться есть уже давно, не буду говорить сколько. Вот в такие две банки. Пронтиссимо. Интенса Пронтиссимо Классик. У нас здесь добавление молотого кофе. Я не пробовал, но и не собираюсь открывать. Продажные банки, я их потом беру обратно на полочку. Мне сказали, что довольно-таки относительно растворимого кофе неплохо. И вот то, что добавлено чуть-чуть молотого кофе, добавляет, как бы, тавтология не звучала бы, да, дает, в общем, небольшой привкус какого-то якобы кофе. Ну, все-таки непросто. Здесь ничего про добавление молотого кофе я не нашел. Это просто сублимированный кофе. То есть, получается он еще дешевле, чем вот эти пачки. Хотя стоит 460 рублей за 95 грамм. Типа элитный. Ребята, конечно, я сейчас попробую данный кофе, но дело не в нем. Увидев эту пачку, первое, что у меня было, что они сделали с Ора. Суперкрем они уже испортили. Ора сейчас везде продается, блин, дешевле в два раза периодически, чем она. То есть, за 800, за 900 рублей ее продают килограмм. Когда она всегда стояла 1500-1600. Именно поэтому я взял и сам прикупил у друзей Квалити Ора. И вы сейчас скажете, какого хрен ты купил килограмм? Абсолютно правильно. Потому что, ну, я думаю, вы понимаете, что я не очень надеюсь, что это будет хороший кофе. Но объясню очень просто. Дело в том, что маленькие упаковки у моих друзей были старых партий. То есть, еще с другим. Вот, видите, здесь, кстати, на растворинке тоже новая печать. То есть, здесь тоже новая печать. По-другому выполнена. Квалити Ора, вот эта надпись. И вот, ну, из новых вот этих партий была только килограммовая упаковка. Конкретно обжарка здесь у нас. Обжарка не указана. Ну, указывается крайний срок, поэтому мы можем сами вычислить. 30 мая 2019 года обжарка. Ну, для ловаться это нормально. Очень даже нормально. Никаких здесь полосок посередине нет. Ничего здесь не отрывается. Ребят, это не подделка. Что могу сказать? Давайте тестить. Почти год назад был тест ловаться Ора. Набрал средненькие, но приличные оценки. Я боюсь представить, что он наберет прямо здесь и сейчас. Посмотрим. В конце попробуем обязательно вот эта растворинка. Правда, даже хочется чем-то сравнить, но не обессудьте, пожалуйста. Я не знаю, как сделать напиток такой, чтобы можно было его хоть как-то более-менее сравнить. Давайте попробуем все-таки сделать американо тогда классическое, с добавлением горячей воды. Из вот этой потом для сравнения. И хрен знает, как разведем вот эту. Попробуем, да? Это закат. Закат ловаться. Давайте тестить эспрессо. Я надеюсь, что хотя бы Ора останется на приличном уровне. Надеюсь. Это так или плохо? Нет. Это не так плохо, как казалось. Но, ребята, когда вы берете бренд и его переделаете, вы зачем оставляете бренд? Вот название. Маркетинг же, честно. Так ведь? Это не Ора. Это как раз ближе где-то... Как бы вам сказать? Те-то не кросса, но к супер-крема, может быть, старому. В общем, данный эспрессо, он приличен. Он... Ну, никакой кислинки благородной здесь нет. Правда. Я сейчас буду переделать настройки, потому что настройки сделаны относительно... Виды зерна относительно, каким был раньше Ора. Возможно, стоит увеличить. Но сейчас стоит предминимальный помол. И... Одна секунда предсмачивания. Не надо здесь увеличивать предсмачивание, потому что... Я сейчас объясню, что я здесь чувствую. Здесь нет кислинки, как раньше, да, благородные, вот. Ну, там где-то есть, но... Перемешанное с другим вкусом. Горьковатым. Немножечко... Лекарственный привкус. Но не тот, как... Да, я помню, что я говорил, фенольный кофе как-то. Нет. Не этот случай, но реально такой небольшой лекарственный привкус. Не такой, не сильно противный. Он есть. Не могу вам объяснить. Даже не только лекарства, сколько какие-то травы. Что-то типа... Мелисы, что ли. Ну, такая какая-то лекарственная трава. И только чуть-чуть на одоле идет небольшая кислинка. Кислинка больше типа рябиновая. Ну, то есть, в общем, в прямом смысле не кислотность, а... С... Какая-то своеобразная кислинка. Сложно описать. Это не так плохо, как могло бы быть. Это даже относительно неплохо. Это невысокая оценка в любом случае. Это шестерка. Описать вкус просто очень-очень сложно. Но он довольно-таки водянистый при этом. То есть, вот помимо этого лекарственной какой-то травы, как будто на вкус. И вот это прям совсем на отдалении не очень приятной кислинки. Вот, в принципе, здесь ничего нет. Помол стоит предминимальный. Стоит ли его увеличивать вопрос? Вот я сейчас вначале хотел поменять помол. Сейчас думаю, а зачем? То есть, я сейчас поменяю помол. У меня стоит еще более пустое тело. Кофе и как бы нет смысла. То есть, он потеряет, назначили свой вкус. Делать еще меньше не надо. Потому что усилится горчинка. И плюс еще такой надо момент, что вы еще увидите это. Но зерна вовсе не от ора. То есть, раньше у ора были другие зерна. По крайней мере, обжарка была более... Во-первых, зерна все-таки были более крупные. Во-вторых, обжарка была практически в один тон. Вот что еще я тогда всегда удивлялся. То есть, кофе был средненький. Но обжарка на вид прям красиво. Сейчас очень много примесей, маленьких зернышек. Я не буду разбираться, есть ли там робусты или нет. Особенно просто они еще так попали, что они в самом начале упали. В общем, просто поверьте на слова. Очень много мелких зернышек. На вкус я не знаю, откуда они везут кофе. Мне даже сложно гадать. На мой взгляд, у Бразилии есть сорта, которые отдают вот этим немного лекарственным привкусом. Но не фенольным, а именно лекарственным привкусом. Говорят, в Турции высоко ценится. Возможно, это что-то из этого сорта. Кофе. Насколько он дорогой ли у бразильского. Хороший, плохой, я не знаю. Но пить мне это не нравится. Однако, это не то, что было у Супер Крема. Но плохо. Было лучше. Раньше было где-то на 7,5 примерно. Это год назад было. Еще раньше это был хороший вообще кофе. Сейчас это, ну, окей. Типа, я не выкину его в мусорное ведро, как в Супер Крема. Это да. Но и пить я его не буду. То есть, куда его деть, хрен его знает. На проверку кофемашин. Так я сейчас бушками не занимаюсь. А Андрея я уже завалил моего мастера кофе на проверку. Поэтому недавно я познакомился с одним очень интересным человеком. Который, так же, как и я, обожает кофе. Являясь более 5 лет поставщиком кофе в своей стране. Он неплохо знает эту индустрию изнутри. Даже побольше, чем я. И иногда это показывает в своих роликах. Я бы отметил, например, ролик про выставку. За 4 минуты 35 секунд. Он не просто вам показал, что было интересно на выставке. Он скрыл кое-какие проблемы кофейного бизнеса на Украине. И, естественно, это тоже отражается и на потребителях. Помимо этого, он проводит прикольные эксперименты. Например, недавно жарил кофе на костре. Это было действительно странно, интересно. Смотря видео, я думал, там будут одни угли. Но нет, получилось даже как-то на вид очень даже ничего. Получше, чем у черной карты, по крайней мере. И вот мы с ним обсуждали один будущий его ролик. Очень интересный. Где он будет объяснять, почему иногда в кофейник подают хуже, чем на заправках. И далеко не всегда это дело в том, что борисцы не умеют готовить. Или кофе вам из помойки привезли. Да нет. Проблем там гораздо больше. И кофе бывает стоимостью в 4-5 тысяч рублей, если переводить на наши деньги. Я вот особенно буду ждать ролик про проблемы внутри кофейни. Потому что у меня в Казани это больная тема. В общем, подписывайтесь на его канал. Эркис. Ссылка будет в описании. Да, это реклама. Но, поверьте, человек совершенствуется. Его последние ролики интересно очень смотреть. И ему есть что рассказать. Коротко еще немножко про эспрессо. Дал мастеру попробовать Андрею. Он подтвердил, что он чувствует какую-то лекарственную траву, как будто на вкус. Кислинка ему чуть больше понравилась. Но ниже среднего, но нормально. То есть не погано. Не как была суперкрем. Он подтвердил, то есть в принципе, более-менее мы с ним сошлись в оценке. После вкуса какой-то неприятный эспрессо. Капучино. Знаете, проблема этого капучино. Тело неплотное у эспрессо получается. И вроде как это не просто молоко. Вроде как это перемешивается в единый напиток. Но из-за того, что тело кофе, оно неплотное, водянистое. Как-то структура, что ли. В общем, структура самого кофе, которая здесь ощущается на вкус, не перемешиваясь с молоком, она тоже водянистая. И знаете, что получается? И получается, есть один неприятный момент. Я когда ко мне приехал первый раз Джилда, она немножко по-другому управляется. Там с рычажками переключения не такое, как на ните. И я, короче, по глупости, во время работы пара открыл помпу. И помпа начала закачивать воду. И вместе с паром мне начала попадать в взбивание вода. Я это понял, но ради интереса попробовал, что получилось, насколько много там воды. И получился примерно такой вкус, но без оттенков чего-то там вот кофейного. То есть вот получилось это молоко, горячее, взбитое, разбавленное горячей водой. Это не самое приятное сочетание вкуса. Но и не самое, но и не противное нисколько. То есть у меня просто разбавленное молоко. От кофейного привкуса где-то там на отдалении какой-то есть, причем такой слегонца. Вот как самая дешманская плитка кофе с молоком. То есть не шоколад кофе с молоком, а самая дешманская плитка. Вот у них есть там свой какой-то вкус непонятный, который они типа обозвали кофе с молоком. Он будет отличаться от нормального шоколада кофе с молоком. И от капучино любого И вот такой вот привкус, он где-то слабенький На отдалении есть, но в целом я пью Я пью как бы молоко, которое Разбавили горячей водой Что с этим сказать, да хрен его знает То есть вкусно это? Нет Можно ли это выпить? Да вполне Понравится ли это кому-то? Ну, может и понравится Но от капучино здесь очень мало Какую ему оценку поставить? Ну, это не стандартный капучино Это хуже должен быть Но при этом, да, при сравнении с эспрессо Это, наверное, более интересный продукт Хотя Я, наверное, тоже поставлю шестерку Потому что это не так все плохо, как казалось Я думал, будет, когда я увидел Хрен в продаже в Ашане Я думал, будет жест Так В общем, общая оценка у нас 12 Из 20 Это плохо Почему вы не видели ценников сверху? Потому что я не знаю, как, сколько ему давать У моих друзей ценник 1600 А на старую партию На эту 1200 1100 даже, по-моему 1100 В магазине его Вот эти пачки видели И за 900 И за 800 И если мы берем цену Что на 800 рублей килограмм Ну, забываем то, что бывает Паулик и так далее Просто вот в целом То, ну, в принципе Как можно Это тип уровень Якобса Этого Монарха Зерна Вот это вот такой уже уровень Ну, немножко другой вкус Но вот в целом Уровень такой же Стоит ли это покупать? Да ну нахер Ну, то есть За 1600 За 1200 Сколько вот там стоило В разное время Ора Конечно же Не точно За 800-900 рублей Ну, как бы Ты не совсем здесь Уж выкинул деньги Да Но пить это тоже Ну, это не противно Но ты Если есть возможность Лучше кофе попить Ты попьешь лучше Конечно Мой обзор сейчас касается Новых патчиков Имейте ввиду То есть Если вы где-то еще находите Старую ноябрьскую обжарку 18-го года Да Да Альта Киев Еще продаются Там Другой значок здесь идет То есть Он не такой раскрашенный Там еще Старая Ора Чуть подвыточить Но старая Ора Где еще Кисленькая Не такая яркая Как хотелось бы Ну, приличная Это все Короче Это не помоя Как ловаться Суперкрема Но и пить Это Смысл Какой Блин Вообще Нафиг Эгоисты Получается Эгоисты Паулиги Жордины Разные Это вот То, что Бывает Бюджетно В эти Деньги И У которых Сорта Есть гораздо Лучше Чем Вот Это Фиг его Знает Короче Зато Неплохо Подарочная Упаковка То есть Если вы хотите Кому-то Сделать Какой-то Дешманский Подарок Вы его Не особо Любите Ловаться Ора За 900 Рублей Ну Если вы хотите Кофе Будет выглядеть Хорошим Подарком Вы же Не знали Типа Что это Хрень Собачья Простите Простите За ругательство Для тех Кому Не интересует Дальнейшее Это Все Для тех Кому Все-таки Интересно Попробовать Вот Эту Херню Я Не могу Высказываться Нормально Про Это Я Это Попробую На себе Как Будем Пробовать Давайте Чтобы Было Более Менее Как То Справедливо Сделаем Классический Американо С чуть Большей Концентрацией Кофе Чем Делается Обычно И Соответственно Заварим Вот Как Здесь Пишут Две Чайные Ложки Да Ну Давайте Дадим Дальше Может Две С половиной Чайной Ложки Ну Две Ладно Пусть Будет Две Чайные Ложки На 150 Милли То Будет Американо 150 Милли С горячей Водой Классический И Получается 150 Милли Растворим Давайте Ради Интерес Сравним Вообще Хоть Какое-то Подобие Атора Здесь Есть Понятно Сделал Что Нет Но Попробуем Американо 75 На 75 То Порован Вода И Кофе Пятерка Крепость Одна Секунду Предсмачивания И Самая Горячая Температура Будет Кипяток Что Что Блин Какой Сублимат Растворяется Конечно Вообще По-хорошему Надо Заливать Сразу Горячей Водой А не Вот Так Струей Сейчас Все Растворится Вы Не Понимаете Сейчас На Подождите Ребят Сейчас Такой Херни Я Еще Не Пил Андрей Убежал Столько Что Попрощался Перед Тем Как Я Включил Камеру Вы Не Понимаете Почему Я Веду Как Идиот Но Сейчас Я Пишу И Поймете Ладно Это Не Совсем Кто Это В сторону Пока Это Вкус Слабо Заваренного Растворимого Кофе Нескафе Классик Я помню Вкусы 6 лет назад Когда я лежал в больнице Пришлось вернуться К растворимому Кофе Ненадолго Я помню Блин Это долбанный Вкус Это растворимый Кофе Который Ты вместо Двух ложек С горкой Положил Одну Ложку Когда у тебя заканчивается Как-то начинает В офисах Экономить Тут Кушек Кофе Практически Нет Тут Вот это Я здесь Положил Две С половиной Ложки Это Гораздо Более Насыщенно Хотя Здесь 75 Чтобы Вы понимали Классический Американо Готовится В таких Пропорциях Было бы Здесь 55 Милли Литров А не 75 Милли Литров Кофе Пятерка Крепость Блин Пиздец Что касается Этого Он очень Кислый То есть Здесь Есть Какая-то Кислотность Такое Ощущение Что Добавлен Ну Либо Ароматизатор Либо Такое Ощущение Что В основе Лежит Не Вот Эта Ора А Старая Ора Естественно Квалит Ора Я Здесь Не Узнаю Но В отличие От Дешевого Кофе Растворим На Который Похож Вот Этот Здесь Есть Кислота От Якобы Арабики Однако Это Противная Кислота Это Раз То есть Это Не Кислинка Кофе Это Во-первых Во-вторых Такая Химозность Жесть Это Не Якобс Монарх И Не Нес Кафе Классик Это Другой Сорт Ну Другой Немножко Вкус Но Пить Это Все Равно То Я Не Понял Ребят Кто Пьет Растворимый Кофе Когда Попробовал Нормальный То есть Я понимаю Когда Ничего Другого Как Вы Можете Это Стоит 4 60 Рублей Это Тип Еще Дорогой Причем Нет Есть Дорогие Растворимые Кофе Сейчас Из Пышал Сортов Это Другой Мир То Стоят Они Других Денег Есть Хорошие Но Это Не Ора Кстати Это Знаете По Вкусу Напоминает Черную Карту Бразилию Помните Финольный Кофе Который Я Глотнул И Отказался Дальше Пить Вот По Вкусу Это Черная Карта Бразиль И Кстати Момент Еще Такой Я Сказал Что Там Есть Мелкие Зерна Которые Похожи На Арабику Мелкие Но Чтобы Вы Понимали Я Уже Фотографию Приложил Но Вот Если Я Возьму Вот Так На Руку То Я Здесь Раз Не Верить Как Это Ваше Право То Я Здесь Вас Никак Не Пытаюсь Убедить Просто Я Говорю Что Вот Сейчас Вот Из Такой Маленькой Горстки Которая На Руке Надеюсь Вы Хоть Что То Сейчас Видите Хоть Что То Вот Эти Зернышки Это Такое Что Это Все Таким Не Маленькая Арабика Матьё А То Что Это Все Таким Дохрени Нища Робусты Хотя Естественно У нас Написано Стопроцентная Арабика И Опять же Никогда Не указано Откуда Она В общем Как-то Так Растворимый Ловатца Орак Конечно Казался Редким Говном Кто Б Сомневался Но Хотя Б Он Отличается Я Думал Это Будет Якобс Монарх Один В один Но Нет Реально Другой Вкус Но Честно Якобс Монарха Лучший Вкус Капец Ладно Все Давайте Сегодня Заканчивать Это Сейчас Конечно Была Цирковая Часть Но Такой Хреновый Американ Из Зерна Мне Даже В KFC Не Подавали Это Что Такое Ладно Оценку Естественно Я Не Выставляю Но Я Б Поставил Двойку Из Десяти Если Мы Американ Оценивали Да Это Жесть Как Ладно На Сегодня Все Пейте Вкусный Кофе Извиняюсь За Цирк В конце Я Не Ожидал Такого Пейте Вкусный Кофе Покупайте Хорошие Кофемашины В общем Всем Счастья Добра Денег И Кофе Не Ловаться Все Пока Счастья 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 Субтитры подогнал «Симон»